В выходные нашей съемочной группе удалось побывать в музее Чернобыль-Подорож, посвященный 35-летию аварию на АЧС. Он расположен в первом павильоне ВДНХ. Откоренно говоря, это впечатляет. Несколько залов, посвященные аварии 1986 года, хотя все начинается с пролога. Небольшой уголок, посвященный крупнейшим событиям 1986 года, в том числе аварии космического корабля «Челленджер», чемпионату мира по футболу и звезде Марадоны, его божественному голу. И здесь же расположен кубок обладателей кубков, завоеванный динамосами Киева. Макет Припяти, ИЧС и мини-стелла на въезде в Припять. Вообще музей насыщен видеоматериалами. Практически для каждой темы отдельные мониторы с живыми картинками. Ликвидаторами аварии, эвакуация, видеокартинки живой Припяти, интервью с жителями Припяти. В частности, на стенде есть и воспоминания диджея Дома культуры и энергии Александра Демидова, который тогда, 26 апреля 1986 года, провел в Припяти первую безалкогольную свадьбу. Друзья вытолкнули вперед уже серьезно повзрослевшего Демидова и после этого было интересное посвящение. Любый Александр, от имени всей команды, этого проекта, я хочу сказать вам спасибо. Это надзвучная гордость и честь, что вы сюда заветовали. И мы очень благодарим вам за то, что вы описали те события, сохраняли их для себя и присвятили этому сохранению своей жизни. Есть стенд, посвященный Галине Сулимовой, у которой 26 апреля день рождения, и Валерию Сулимову, который рассказывает о нашем полумарафоне. Есть отдельный стенд, посвященный ликвидаторам и суду в кавычках над виновниками. Среди видеомониторов можно найти и монитор с речью президента СССР Горбачева о причинах аварии, и первые сообщения различных информационных агентств об аварии на ЧС. Есть специальный монитор, на котором показан фрагмент из документального фильма телекомпании Славудича «Закрытие ЧС». Интересно, что эта программа получила гран-при на международном конкурсе информационных программ «Украина-едыная» в Одессе. Правда, об этом на стенде скромно умалчивают. Команду понял. Заглушить реактор ключом аварийной защиты 5. Выполняйте. Понял. Приступаю. Внимание на блочном. Приступаю к заглушению реактора ключом аварийной защиты 5. Есть режим АЗ-5. Все стержни идут в зону. Продолжение следует. За счет видео все это смотрится очень живо. Это не мертвый, а живой музей. Повышенный интерес вызывает и документы Комитета госбезопасности. Естественно, расшифрованные. Они есть практически на каждом стенде и можно их почитать. Есть кабинка, где каждый посетитель может зайти и записать свои реальные воспоминания об аварии. Есть и другие залы, посвященные зоне отчуждения. Все видео здесь можно увидеть в очках полного погружения. В зале, посвященном развитию, есть стенд с воспоминаниями об аварии и двухминутная речь мэра Славутища Фомичева о нашем городе. Есть отдельный стенд, посвященный музыке, с дисками, вышедшими в 1986 году. Отдельно хочется сказать спасибо за зал, посвященный клипу группы Pink Floyd, снятой в Припяти в 2014 году. Смотрится очень мощно. В общем, если еще вы не были на ВДНХ в Киеве, на выставке Чернобыль-Подорож, рекомендуем. Она будет работать еще целый месяц, с 16 июня по 15 июля. Кстати, обращаем ваше внимание, чтобы попасть на выставку, нужно зарегистрироваться. Абсолютно бесплатно, но заранее зарегистрироваться для того, чтобы сформировать группу. Хорошо бы, чтобы хотя бы часть выставки перевезли в Славутищ, так как после 15 июля она будет демонтирована. Демонтирована.